Встречаться с судебными приставами хотя бы раз в жизни приходилось почти каждому. Даже вполне себе законопослушные граждане стараются скорее избежать встречи с сотрудниками службы. Что же касается злостных неплательщиков, алиментов, штрафов, налогов и прочего, так они и вовсе предпочитают скрыться из поля зрения ведомства. Последнее, к слову, затруднительно. Почему, выясняла наша съемочная группа, наблюдая за их работой. С чего начинается работа судебных приставов? С изучения поступившего исполнительного производства. Судебные приставы рассматривают дело, а уже потом решают о возбуждении его. О возможном аресте неплательщика уведомляют заказным письмом. В течение пяти дней с момента его получения деньги можно заплатить добровольно. Если долг так и не погашен, ведомство узнает обо всех счетах в банках и имеет право списать средства. Если же таковых не имеется, должник может смело ждать гостей. На такие мероприятия приставы исполнителя ходят не одни. Только в компании крепких коллег из отдела по обеспечению безопасности деятельности судов, сокращенно УПДС. Иногда уж больно контингент непредсказуемый попадается. Так или иначе, приставы своего все равно добьются. Пример тому подтверждение. В конце октября гражданин управлял транспортным средством в состоянии алкогольного объединения. Он был подвергнут наказанию в виде штрафа размером 30 тысяч рублей. Сегодня у нас установлено имущество, принадлежащее должнику, а это транспортное средство УАЗ-21150. У нас проходят исполнительские действия, то есть наложение ареста на имущество без права пользования до полного погашения задолженности. Составляется акт описи ареста, формализованная карта, фотоотчет. Для дальнейшей оценки, привлечения специалиста-оценщика и передачи на принудительную реализацию, чтобы взыскать задолженность в полном объеме и исполнительский сбор соответственно. С момента наложения ареста у должника есть 10 дней на погашение задолженности, которое, напомню, составляет 30 тысяч рублей. Если в этот период долг не будет погашен, то данное транспортное средство будет передано в город Уфа на принудительную реализацию, по-другому говоря, публичные торги. По улице Карла Маркса уже ждет следующий клиент и вновь арест транспортного средства. Собственник данного автомобиля должен банку 180 тысяч рублей. Вдобавок, его автомобиль заложен в банк. Не только хозяину было жалко расставаться с транспортным средством, но и автомобиль жалостно сигналил на прощание хозяину. В день пристав-исполнитель может посетить до 10 адресов. Ведь должников много, а работников Федеральной службы судебных приставов на всех не хватит. Поэтому в этот же день приставы нагрянули к еще одному неплатильщику. На этот раз арестованное опечатано помещение, использовавшееся в качестве автомойки. Долг составляет порядка 3 миллионов рублей. Арендодатель нам сегодня дал письменное объяснение, что претензий по факту наложения ареста и дальнейшую передачу имущества арендуемого претензий не имеет. В 10-дневный срок, вот сегодня мы составили акт описи ареста, 10 дней установленный законодательством срок для обжалования нашего постановления наложения ареста. По истечении мы вынесем оценку, где судом уже прописана сумма в исполнительном документе. Вынесем оценку, направим к странам исполнительного производства и далее будем имущество передавать на торги. Очень легко взять деньги, но довольно сложно их вернуть, особенно с процентами. Приставы советуют, что прежде чем брать деньги в долг, особенно у кредитных организаций, нужно тщательно обдумать такой шаг. Помимо служебной деятельности, приставы активно живут общественной жизнью. Здравствуйте, господи! Здравствуйте, господи! Так в преддверии праздника День ребенка сотрудники Федеральной службы судебных приставов пришли в гости к школьникам. Этот визит, он не единичный, это уже стало в традицию приходить в класс юных приставов, общаться. А тем более сегодня эта встреча была приурочена всемирному дню ребенка. Ну, действительно, встреча проходит очень в дружеской, теплой обстановке. У детей очень много вопросов. Желание узнать про эту службу побольше. На встрече дети задавали гостям свои интересующие вопросы. Что вам больше всего запомнилось из школьной жизни? А ваши дети пошли по вашим стопам? Что нужно, чтобы поступить в МВД? Какой у вас самый любимый предмет в школе? На который приставы отвечали охотно, не скрывая свое прошлое. Трудно ли вам было приставить? Ну, наверное, в этой жизни ничего легко не приходит. А конкретно в армии, конечно, есть трудности. Трудности и тяга. Подобные встречи – это передача опыта младшему поколению. По словам старшего судебного пристава Ильи Рыбакова, в городе подрастает достойная замена. Потенциал очень большой. Дети очень хорошие. Интерес у них к нашей службе, к службе МВД, к службе в вооруженных силах. Есть желание. То есть поколение правильное. Вот так я бы сказал. Со школьной скамьи начинают готовить будущих судебных приставов, которые в дальнейшем будут наводить порядок в нашем городе. Каждое третье воскресенье ноября вспоминают погибших и пострадавших в дорожных авариях в рамках Всероссийского дня памяти жертв ДТП. В эти выходные на площадь Советов сотрудники ГИБДД пригласили городских школьников, чтобы почтить память погибших. Всероссийский день памяти жертв ДТП объявлен таковым в 2005 году. По статистике дорожно-транспортных служб основной причиной гибели на дорогах является сознательное нарушение правил дорожного движения ее участниками. На территории города Кумертал погибло 4 человека. Двое из них были пассажирами, один пешеходом и один водителем. В этом году два пешехода пострадало на дорогах. Они были здесь отмечены, эти пешеходы. То есть каждый пешеход, который страдает на дорогах города Кумертал, погибает. Мы его вносим, получается, в этот список. И каждый год здесь собираются дети и выставляют в виде баннеров, в виде плакатов. Проблемы роста дорожно-транспортных происшествий наблюдаются не только в нашей стране, но и во всем мире. Чаще в авариях виноваты водители, не соблюдающие установленные правила и подвергающие опасности как свою жизнь, так и другие. Учащиеся кумерталских школ подготовили для акции плакаты с обращениями к водителям, также напомнив поименно всех тех, кто погиб в нашем городе. Мы здесь стоим для того, чтобы пешеходы и водители помнили и не нарушали. Мы с классом стараемся проводить часто акции. В октябре мы проводили акцию «Осторожный пешеход». Всероссийский день памяти призван привлечь внимание общественности к проблеме обеспечения безопасности на дорогах, снижению травматизма и смертности в ДТП. Кумерталские школьники стараются проводить профилактические акции не только в официальные дни. В школах на 10 минутках мы разговариваем, что как надо переходить дорогу, что надо смотреть по разным сторонам. Для наглядности на площадь также был вызван эвакуатор с выставленным на нем разбитым в аварии автомобилем и баннером, обращением к водителям. Чтобы каждый задумался, стоит ли нарушать правила дорожного движения, превышать скорость и не пристегивать ремни безопасности. В городском музее состоялась встреча депутатов с представителями старшего поколения. Тема обсуждения – итоги реализации проекта «Социальный туризм». Дело в том, что программа в этом году заканчивается. Будет ли она продолжена, узнавали мои коллеги. «Социальный туризм» в городе Кумертал – это проект, рассчитанный для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. Согласно условиям, туристы оплачивают лишь 40% от стоимости тура. В этом году принятая на 4 года программа заканчивается. Будет ли она продолжена – это зависит от многих составляющих, в том числе от мнения самих туристов. Чтобы узнать это, представители партии «Единая Россия» провели встречу с пенсионерами. 21 ноября по всей стране, по всей России стартовала декада общественных приемов. В связи с тем, что 1 декабря, 2 декабря партия «Единая Россия» празднует свое 15-летие. И в рамках празднования 15-летия мы разработали большой план мероприятий, в который запланировали работу депутатов общественных приемных партий «Единая Россия». И встреча с юристами, адвокатами оказания единого дня бесплатной юридической помощи. И круглые стали дискуссионные игры. И вот сегодня мы решили нашу декаду начать именно со встречи с гражданами пожилого возраста, старшего поколения и подвести итог о муниципальной программе «Социальный туризм». Мы хотим подвести итог, рассказать, чем славится эта программа, чем прославилась она, чем была интересна эта программа, узнать мнение старшего поколения, нужна ли эта программа нам в будущем. Проект был разработан еще в 2012 году. Благодаря поддержке главы администрации Бориса Беляева, а также депутатов Совета городского округа, работа была продолжена. И составлена долгосрочная программа на 2013-2016 годы. С начала реализации этот проект имел большой успех, отметила директор историко-краеведческого музея Фарида Юсупова. Все эти годы Фарида Коболжановна, учитывая пожелания пенсионеров, подбирала туры и сопровождала их в поездках. На встрече еще раз посмотрели слайды с фотографиями, вспомнили интересные моменты. За пять лет пенсионеры посетили ряд культурных и исторических объектов нашей республики, России, а также ближнего зарубежья. Если суммировать сейчас за пять лет, то более 560 человек участвовали в этой программе, 14 поездок было. И с года в год все больше и больше желающих. Просто где-то, может быть, страх сидит в далекое путешествие отправляться, но как только один раз себя переборят и съест, становится уже 100% туристами с большой буквы. Несколько раз вместе с туристами в экскурсионных турах побывала Деларе Синчурина. Как медицинский работник, она отмечает, что позитивное настроение положительно отражается на здоровье старшего поколения. Пенсионеры действительно полны сил и энергии, и они считают, что программу необходимо продолжить. Были совершены мною три поездки. Одна была в Уфу, вторая была в дальние зарубежья Казахстана-Астана. И вот совсем недавно мы вернулись из еще одной поездки уже по России. То есть мы побывали в Приворско-Федеральном округе в столицах республик наших. Очень интересная поездка, очень все запомнилось надолго. Я бы ни в жизни никогда не поехала, если бы я не была на пенсии, если бы я не была участником вот этой программы. Поэтому программу надо обязательно продолжить. По этой программе была Павловская водохранилища, была в Самаре, в Тольятти. И вот последний раз съездила по Среднему Поволжью. Мне эта программа очень нравится. Почему? Потому что я до этого нигде не была. Потому что я как многодетная мама, мне не удавалось. У меня ребенок инвалид был. А сейчас дети выросли, и я могу себе вот такую роскошь позволить благодаря этой программе. Нравится. Обязательно. Эту программу считаю, что нужно продолжить. Наверное, даже необходимо. И потому что люди в этой программе нуждаются. Активные представители старшего поколения решили написать обращение к главе города Борису Беляеву и депутатам Совета городского округа поддержать проект. В завершение встречи пенсионеры обратились к депутатам с интересующими вопросами. 20 ноября во всех субъектах страны провели второй Всероссийский географический диктант. В нашей республике действовали 103 площадки для проведения акции. Город Кумертау не стал исключением. В гимназии номер один любой желающий мог проверить свои знания по географии. Это второй Всероссийский географический диктант. Для приема участников акции по всей стране были открыты около 1700 площадок. В Кумертауской первой гимназии несколько аудиторий были подготовлены для прохождения онлайн-тестирования. Географический диктант – вообще это масштабное мероприятие. Оно организовано Русским географическим обществом. Председателем Попечительского совета Русского географического общества является президент Российской Федерации. И именно по инициативе Путина Владимира Владимировича проводится уже второй раз в России географический диктант. В первую очередь географический диктант является общеобразовательной миссией. Основная масса вопросов соответственно о географии России. Сам блок заданий был сформирован в трех вариантах в зависимости от часовых поясов – Сибири, Дальнего Востока и Центральной России. В нашем регионе акция стартовала в 16 часов дня и в течение часа все желающие могли отвечать на вопросы. Учитель географии школы номер 6 Марина Дерягина впервые стала участником диктанта в этом году. Большую сложность, по ее мнению, вызвали вопросы, связанные с историей. И таких было около пяти. Вообще все вопросы были по школьной программе. И поэтому те, кто хорошо учится по географии, могли бы набрать хорошие результаты. Но вот мой результат был 93 балла. Я считаю, что это хороший результат. Ну, наверное, где-то что-то неправильно ответила. Но плохо, что нет ответов по вопросам, по каждому вопросу. Тогда бы можно было сказать, над чем еще нужно поработать. Географический диктант вызвал интерес и у молодежи. Учащиеся гимназии, несмотря на выходной день, пришли поучаствовать в акции, чтобы оценить свою грамотность по предмету. Их преподаватель по географии, разумеется, поддержала своих учеников. Я второй год участвую в этом географическом диктанте. В прошлом году у меня было 96 баллов, в этом году 90. Вопросы, связанные с историей. То есть, может быть, старые названия и освоение территории России у меня вызвали вопросы. Очень понравилось. Интересные вопросы. И фотографии есть, и космические снимки. То есть, разносторонние. Напомним, что в онлайн-варианте географический диктант можно будет пройти до 23 ноября 2 часов дня по московскому времени. Любой желающий, войдя в интернет и набрав в поиске «РГО-диктант», получит возможность пройти это тестирование для себя. В селе Ямансарова в рамках проекта «Реальные дела» совместными усилиями построен новый водопровод. Этому знаменательному событию вместе с жителями села радовались глава района, местное отделение партии «Единая Россия» и главы сельских поселений. На прошедшей неделе был запущен в работу новый водопровод в селе Ямансарова. Воплощение этой идеи в жизнь стало бы невозможным без помощи районного муниципалитета, проект «Реальные дела» и самих ямансаровцев. Искренне поблагодарила всех за поддержку глава сельского поселения Нурья Шарипова. «Хорошо, что мы собрание уже начали рано с весны. На сходе граждан население поддержали. Я, конечно, очень боялась, когда я их говорила, что не знаю, получится, нет, сможем ли мы бабушка, которая получает 7 тысяч пенсий, это для них очень большие деньги. Они сказали, руки боятся, глаза делают, давайте возьмёмся, все поможем. Но и не было человека в деревне, чтобы кто-нибудь не помогал. Не верится, что мы, Даша, до этого дня, что мы это сделали с вами». В селе Ямансарова давно существует организация самоуправления МИРАС для решения местных насущных вопросов. Три года назад под её руководством была возведена мечеть. Сейчас построен водопровод. И в реализации каждого проекта всегда активно участвуют жители села. «Это непростой вопрос. Построить за один год 4190 метров, сами понимаете, и за миллион 204 тысячи рублей. Из этой суммы было выделено 780 собранных, как я говорил, она сказала, 150 из бюджета республики, 150 из бюджета районного совета. Остальное сейчас за счёт сельского поселения». За успешную организацию работы и помощь в строительстве водопровода грамотами и подарками были награждены жители села, руководители и сотрудники учреждений. И для всех приглашённых в завершение мероприятия выступили сельские творческие коллективы и сольные исполнители. Республиканский проект «Здоровое поколение. Здоровый регион» появился в 2015 году. Учащиеся кадетского первого класса шестой школы стали участниками программы. В рамках проекта на днях школу посетил двукратный паралимпийский чемпион Эльдар Помыкалов. Он провёл классный час для ребят, поведал им о фактах из своей биографии, а также поделился секретом успеха. Республиканский проект «Здоровое поколение. Здоровый регион» действует с 2015 года и продолжит своё существование до 2027. То есть учащиеся первого А-класса будут в нём задействованы до 11. В программе проекта множество мероприятий республиканского масштаба и спортивные акции. Также ребят ждут встречи с российскими спортсменами. Один из них, знаменитый паралимпийский чемпион Эльдар Помыкалов, накануне стал гостем школы. Звозь, стань! Смирать! Мы привезли вам в гости очень-очень большого, знаменитого, очень известного спортсмена Эльдара Валерьевича Помыкалова, двукратного паралимпийского чемпиона. Он занимается спортом лёгкой атлетикой. Спортсмен рассказал о себе, о том, что побудило его заниматься лёгкой атлетикой и каким образом ему удалось достичь таких высоких результатов в мировом спорте. Эльдар Помыкалов участвовал в пяти паралимпийских играх. Первые были мои в 1996 году, где была первая бронзовая медаль. Потом в 2000 году, потом в 2004, это, как я говорил, в Китае, в Греции, в 2008 в Китае. И вот заключительные мои паралимпийские игры были в Лондоне в 2019 году. На нынешние паралимпийские игры в Бразилии я уже не готовился. То есть после Лондона я уже сказал, что всё, я не способен просто ни физически, ни морально заставить себя бороться за медаль. Каждое крупное соревнование учили спортсмена быть сильнее и целеустремлённее. Кроме того, положительные эмоции после побед, по словам чемпиона, не сравнимы ни с чем. Когда он завоёвывал свою первую золотую медаль, тренеры, конечно же, хотели поздравить воспитанника первыми. Но их не пускали на беговую дорожку. Я не мог подойти к ним минут пять, потому что мне дали полотенце после финиша, и у меня были слёзы в счастье. Я просто не мог успокоиться, я вот с полотенцем закрылся и ходил, как будто я должен отдышаться. На самом деле я практически плакал. Когда я уже немножко успокоился, только тогда я смог к ним подойти и уже по-мужски побрататься, принять поздравления. В завершении классного часа ребята смогли задать спортсмену свои вопросы. Интереснее всего им было узнать о том, в каких странах ему удалось побывать, участвуя в соревнованиях. Гость привёз учащимся показать свои награды. Первоклассники увидели настоящие золотые медали с Паралимпийских игр, почувствовав и себя на мгновение чемпионами. На память о себе спортсмен оставил школе именной элитный номер со своим автографом. А учащиеся подарили ему футболку для тренировок с брендом нашего города. Мы вам дарим футболку с брендом нашего города, БУБК, Кумерсталом. Здорово. Вам на тренировке, чтобы у вас сопутствовало удача, чтобы вы в нашей футболке обучали детей спорту. Ну и огромное вам спасибо. Спасибо вам большое. Вот могу сказать по поводу того, что когда я ездил на родных соревнованиях, я привозил оттуда, ну не специально, а так получалось, привозил оттуда кружки. То есть с каждой стороны я привозил по кружке, а потом постепенно мне домашние уже сказали, давай, теперь ты уже специально там кружки покупай и привози, кто был из каких-то странах был. Вот в этой коллекции я присоединил как раз эту футболку, и это будет она практически равно, что я побывал еще в какой-то стране. Кроме урока с чемпионом, коллеги Ильдара Помыкалова, приехавшие вместе с ним, приготовили для ребят интересную спортивную программу. Школьники прошли медицинскую диагностику. Специалисты измерили рост и вес учащихся, оценили уровень здоровья с помощью компьютерной программы. Дети с удовольствием прошли необычные и интересные тесты на проверку зрительно-моторной реакции. А в спортивном зале ребята показали гостям, насколько они развиты физически. Будущим чемпионам предстояло выполнить несколько упражнений. Прыжки в длину, челночный бег, упражнения на гибкость и так далее. Напомним, все прошедшие в этот день мероприятия были в рамках проекта «Здоровое поколение. Здоровый регион». Программа направлена прежде всего на оздоровление молодого поколения как будущего страны. Все посвящено, вся цель – это здоровый образ жизни, развитие спорта. Сейчас у нас в школе идет шесть дополнительных часов физической культуры. Туда входит спортивная аэробика, плавание, шашки, армрестлинг, строевая подготовка. А потом уже идут виды спорта. Мы будем взаимодействовать с пятого класса, начиная со спортивными школами. С десятого планируется уже с высшими школами Олимпийского резерва. Школьникам очень понравился урок с чемпионом. Особенно интересными им показались истории из его детства. Еще мне запомнился, он рассказывал, что он, когда был маленьким, был на соревнованиях. И получилось так, что его потеряли. А когда он шел по снегу, он был маленьким, его не было заметно. Все испугались, что его потеряли. Все были вроде в финише, и он прибежал. Ильдар Помыкалов остался очень доволен тем, как в нашем городе активно развиваются многие виды спорта. В том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. В последние годы обращают внимание на спорт, на физкультуру, на здоровый образ жизни. Это очень важно. Потому что это не только в масштабах страны, это для каждого человека важно. Это значит, он сам будет здоров, это значит, его семья будет здорова, его дети будут здоровы. И в жизни будет все более-менее хорошо. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.